Доброго времени суток, с вами Данила Рышкин и сегодня Рышкин шагает в городе Бор. На данный момент мы находимся в Моховых горах, это парк рядом с городом, это Волга, на берегу которой располагается Бор. Город небольшой, население всего 77 тысяч человек плюс-минус и статус города получил всего лишь в 1938 году, до этого по сути это было только селение. В планах на сегодня в рамках одного дня пройти парк Моховые горы, здесь мы сейчас на смотровой площадке, ночью она подсвечивается, дойдем до Большого Уха, это такое устройство, чтобы слушать лес, ну и покажем вам виды, потом вернемся в Бор, пройдем там, найдем естественно вождя и кое-что еще интересное, ну и в принципе покажем как этот город выглядит в рамках пешего одного дня. Ну что ж, ребят, мы ходить и работаем. Мы прошли большую часть парка, прошли Большое Ухо, правда сейчас там молодожены развятся, поэтому мы чуть позже подойдем. Я нахожусь около Шаляпина и Горького, сзади меня соответственно сама река Волга и вид на Нижний Новгород, который как раз ранее в Советском Союзе был горьким. Видимо вот смотрит на свое прошлое, не знаю, может метафора какая. Там вот скамеечки, тут в принципе везде скамеечки и я не знаю, они направлены так на город, как будто там должно быть какое-то выступление каждый вечер, если ты сюда приходишь. Ну или просто наблюдать, не знаю, за что, за тем как светятся окна в высотках. В планах дальше пройтись немного, послушать Большое Ухо, послушать лес, ну и как я говорил, в бор. А так по парку, ну достаточно чистенько, плюс-минус, голубей полно, должны быть белки, но мы их не нашли. Ну и много семечек, поэтому голубей полно. А вот, короче, работаем. Мы свернули с тропы, потому что Большое Ухо находится вон там, но мой взор упал в мини-чащу и еще одно ухо. Вот мы сейчас к нему дойдем, посмотрим, что это такое. Потому что то ухо, якобы, вы через него должны слышать лес, а вот через это ухо что-то слушать, я не знаю, небо, птичек. Так, в общем, сейчас подойдем, послушаем. Потому что на карте указано только одно ухо. Раз. Может это не ухо? Сейчас я вас туда засуну. Вам слышно что-нибудь? Мне слышно только гудение. Я запутался. Посло поехало. Сейчас я застегнусь. Нет, ничего не меняется. Вот сейчас вот можешь сама послушать. Вот давай, сама послушай. Ничего не меняется. Пока Мил слушает. Вот камера. И здесь, кстати, достаточно много камер. Ну, видимо, чтобы, опять же, не мусорили, ничего не зажгли, не бросали. Вот ты что-нибудь слышишь? И все, да? В общем, что это за прикол? Непонятно. Сейчас дойдем до другого уха, который как раз вот там находится. Вот тут. Через деревушки. Дамы и господа, любимые онлайн-эши. Ухо. Официальное ухо. Это слух, а не ухо. Ну, слух. Большое ухо. Ну, окей. Ты стукнула, эхо есть. Я вот сейчас опять пытаюсь поймать всякие разные. О, Юра картошку живет. Юр, приятного аппетита. Я не слышу лес. Это больше как будто глухая вода. Я вас сейчас тоже сюда засуну. Ну, да. Ну, не глухая вода, конечно. Это такой тихий, спокойный лес. Вот, когда вот если в эту чащу заходишь, и ветер немного дует где-то по кронам, вот как-то так это и звучит. А вот, Мила говорила, она там птичку какую-то поймала, чайку. В общем, на этом, я думаю, мы с данным парком завершаем. Он оказался вообще небольшим. То есть, если без таких автономок, как у нас, его пройти за 10-15 минут. Ну, да, можно посидеть. Вечером он должен подсвечиваться, вот там, где была смотровая площадка. Если специально сюда ехать из Нижнего Новгорода чисто для этого парка, вот, ну, или из какого-то другого города, то фиг знает. Это достаточно затратно по времени будет. Ну, как один раз для галочки, да, можно. Тебя повернуть? Вот, один раз для галочки можно. В принципе-то, вроде как, прикольно, чисто, пахнет деревьями, река есть. Ну, не более. То, что сделали пространство, молодцы. Для постоянного посещения, но если вы на Бару живете, или вот здесь пансионат какой-то, кварц, то да, круто. Из других городов туда ехать. Ну, только если вы проездом, и у вас есть время погулять и посмотреть. Я думаю, тут вечером покрасивше будет, с учетом подсветки, которая здесь должна везде быть. Вот. Молодцы, то, что здесь чисто. Камеры, есть туалеты, есть кафе, есть урны. Соответственно, за территорией следят, и это точно плюс. Вот. На этом мы с парком заканчиваем. Сейчас будем постепенно возвращаться на Бар, и, ну, уже походим по улицам Бора. Ну, и, как всегда, ребят, работаем. Традиционный Рыжкин шагает. Естественно, не реклама. Старый Кёнигсберг всегда с нами. Мы еще в парке, на природе, поэтому единение со Вселенной. Чин-чинь, ребят. Ну, и, как всегда, работаем. Дамы и господа, мы на Бару, и это вождь! Мы находимся около площади Победы. Это ДК Теплоход, за ним музей боевой техники. Там сама площадь Победы. С вас ждем и поздоровались. И, соответственно, сейчас перейдем туда, посмотрим на технику. Вам ее также покажем, ну, и работаем. Ну, что ж, мы находимся в музее боевой техники. Ну, такой открытый музей-парк, назовем он так. Сзади меня тактическая атомная бомба. Испытания были пройдены с ней 23 августа 1957. Не именно с ней. Там, где идут испытания, то взрывается. Ну, а тут, как вы видите, вот техника. Дети и люди гуляют. Следующий пункт нашего назначения – это сюрприз. Но данный намек. Здесь, кроме вождя, есть кое-кто еще. Работаем. Пока мы шагаем к нашему следующему месту, решил показать вам виды городов. В классическом виде Рыжкин шагает, чтобы было понимание, как выглядит непосредственно Бор. Вот такая вот двухэтажная Россия. Ну, назовем это классическая провинция. Это вот у нас, видимо, более новая и свежая постройка. Здесь более старая, что логично. Ну, плюс-минус вот так. Плюс-минус чистенько, плюс-минус зелена. По наблюдениям, город похож на Заволжье. Выпуск есть на канале, можете посмотреть. В общем, продолжаем движение, ребята, и работаем. Долго ли, коротко ли, буквально за пару минут мы дошли до сюрприза. Дамы и господа. Вождь! Ага, Сталин. Понятно? В общем, теперь вы понимаете, да? Вам обязательно надо сейчас подписаться на канал, прокомментировать, поставить лайки, а то расстрелять. Вообще, это музей генералиссимуса, как здесь написано. Но зачем нам идти внутрь? Нам самое главное был нужен вот этот вот молодой человек. Дальше у нас в планах получается найти какую-нибудь кафешку. Сегодня у нас среда. Почему-то теперь традиционно Рушкин шагает в среду. В общем... Весерьон, не черчай. В общем, пиво надо выпить. Будем искать место, где опустить наши тела. Вот. Работаем. Не получилось у нас поесть, поэтому мы пошли немножечко в другое место. И знаете, что обнаружили? Вождь! Фреска-вождь! Вот. А еще мы сейчас идем к вождю, который сидит. А потом, видимо, будем где-нибудь есть. В общем, ребят, вор-город-вождя. Отлично! Работаем! Дошли мы до семейного парка культуры и отдыха. А как мы знаем, 2024 год очень вовремя. А 2024 год был объявлен годом семьи. Надо посещать. Пока выглядит цивильненько. Но нам ведь самое главное не парк. Ну, вы же знаете. Нам самое главное. О, эхо было. Нам самое главное. Вождь! До этого. Давайте дойдем до вождя. Я когда смотрел его на картах, я не совсем понимал, о чем он сидит. Нет, понятно, это креслица. А вот что застыло под ним, это вот... Ну, стульчик, а что вот под ним-то? Это как будто наковальня просто. Это такой металлический мощный вождь в адской кузнице. Ну и, как видите, сам вот этот вот парк. Я думаю, мы по нему немного сейчас пройдемся. Дабы посмотреть, как здесь с благоустройством. Ну, уже видно, что плюс-минус чисто. И пахнет, кстати, шашлыком. Что странно. Ну, или чем-то горелым. А вот. Самое главное, что видите, у лавочек, у каждой лавочки есть мусорные баки. Это вот уже хорошо. Ну и подсветка над каждой лавочкой имеется. Тут, понятное дело, вот зелень еще не проросла. И наблюдается грязь, но хотя бы нет грязного снега. Либо убрали, либо успел растаять. Ну, фиг поймешь. Главное, что чистенько. В общем, немного прогуляемся по парку. Потом будем искать какой-нибудь бар, кафе, где можно будет поесть. Потому что на бару с этим, кстати, проблема. Заведения средней руки, они больше похожи на какие-то столовки. Фиг знает, какими блюдами, блин. А заведения, скажем так, руки чуть повыше. Это уже, здрасте, Нижний Новгород. Ну, а зачем нам на бару платить за Нижний Новгород, если мы на бару? Нижний Новгород, он там через реку. Да, едем там уже оплатим. Так что, ребят, вы только как это. Свой давайте код создавайте, да, пожалуйста. Вот. Как-то так работаем. Итак, наш день в бару подходит к концу. 13,5 тысяч шагов пройдено. Время полвосьмого. Сейчас в Табетли, в Мацур, Баре. И, как вы видите, канатная дорога. Между бором и Нижним Новгородом. Соответственно, мы сейчас садимся в одну из кабинок и направляемся в город, дабы, что, монтировать это видео. По итогу, что хочется сказать о Боре. Маленький двухэтажный город. Ну, на видео вы его видели. Если вы проездом, да, погулять можно. Сходить на Маховые горы можно. Специально ехать, ну, под вопросом. Очень сложно найти место, в котором можно поесть. Вот серьезно. Мы, наверное, часа полтора блуждали, думали, где бы поесть. Пока, опять же, ходили там между Ленинами и Сталинами. На этом предварительно все. Приедем в Нижний. Я вам еще махну рукой. Ну, а так, пока что, ребят, работаем. Мы вернулись в Нижний. На этом наше путешествие по городу Бор закончилось. Виды с канатной дороги вы видели. Будете у нас в гостях. Катайтесь. Ну, а мы сейчас пойдем домой делать домашние дела. Ну, и, соответственно, монтировать это замечательное видео для вас замечательных онлайн-ышей. Ну, и, как всегда, с вами был, если будет всегда, Данила Ирышкин. Самый субъективный бородач на всем ютубе, во всем интернете. И, главное, не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк. Субтитры сделал DimaTorzok